В субботу в окружном центре на территории Старообряческой Поморской общины состоялось торжественное открытие памятника протопопу Авакуму, Петрову, писателю, идеологу и духовному лидеру, приверженцев старой веры. С подробностями Михаил Веселов. В этом году исполняется 400 лет со дня рождения яркой и сильной личности, настолько убежденной в истинности своей веры, что даже мучительная смерть после 15 лет заточения в земляной темнице Пустозерского острога не смогла сломить. Нистовый протопоп Авакум, лидер старообрядчества в период церковного раскола 17 века, сожжен вместе с ближайшими соратниками в Пустозерске 24 апреля 1682 года. Напомним, установить памятник протопопу Авакуму было решено в марте 2017 года на съезде староверов-поморцев Нейнского округа. Инициатива была поддержана затем уже на съезде всей древле православной поморской церкви, проходившем в Москве. Там же был утвержден эскиз, предложенный на конкурс архангельским скульпторам, заслуженным художником России Сергеем Сюхиным. Примерно год ушел на создание, эскиз, проект, лепка, литье и доставка. Ну, потом уже конкурс был, всероссийский конкурс. На этом конкурсе, к счастью, отобрали мою работу, я думаю, потому что я не стал делать круглую скульптуру, что вообще не характерно для православия, а тем более для старобрячества. Поэтому автор выбрал форму барельефа на фоне медной иконы. Такие очень уважаемы старобрядцами, поскольку во времена гонений их можно было, в отличие от деревянных икон, спрятать даже в воде. Нам вот этот дух, упорство о вакуумах сейчас нужны, как никогда. В благом деле установки памятника поучаствовали многие. В своем субботнем выступлении настоятель Наринмарской старобрядческой общины Александр Липунов по-доброму отозвался, например, о нефтяной компании «Лукойл Коми», на средство которой был осуществлен монтаж памятника, проведено благоустройство территории вокруг него. А помощь в транспортировке постамента оказала Ненецкая нефтяная компания. Наступает торжественный момент. Покровы с барельефа сброшены. Участие в торжественном открытии памятника о вакууму приняли гости из разных российских общин. Ожидался приезд паломников из прибалтийских стран Австралии, с американского континента, но помешал коронавирус. И волнение, и восторг своего рода, и самые теплые чувства. С единоверцем Солидарин и председатель правления культурно-просветительского центра имени Протопопа Авакума. Протопоп Авакум 300 лет при царе был запрещенным человеком, о котором даже говорить нельзя было. Советское время всем печально известно. И вот, наконец-то, пришло время исторической справедливости. И лишь он произнес эти слова, как яркий луч солнца осветил памятник таким образом, что с золотом засияли воздетая к небу длань барельефного авакума с упрямо сложенными двумя перстами и восьмиконечный крест над ним. Многие участники торжественной церемонии сразу же после ее завершения на катерах отправились в Тельвиску, где состоялась научная конференция на тему «Кустозерская проза Протопопа Авакума. Мировое духовное и культурное наследие». О ней мы расскажем в выпуске новостей 8 сентября. Михаил Юсилов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».